Рибонт Компания Рибонт основана моим отцом, доктором Дэвидом Руда в 1991 году в Сиэтле, Соединенные Штаты Америки. Система Рибонт была разработана с целью укрепления временных конструкций. В то время это были одни из первых его конструкций с опорой на импланты. Временные конструкции часто ломались, и поэтому ему пришло в голову разработать систему шинирования с помощью таких лент. Рибонт Уникальные свойства Рибонта Уникальные свойства Рибонта – это прежде всего материал. Особый материал, который в отличие от стекловолокна, более прочный и менее подвержен поломкам. Плюс, что очень важно, он не имеет памяти формы, его очень удобно укладывать на зубы по контуру, и он не оттопыривается, не отходит от зубов, в отличие от большинства известных на рынке систем. Материал очень прочный, это высокомолекулярный полиэтилен. Из этого материала изготавливают бронежилеты, и он также широко используется в авиапромышленности. Материал нашел свое применение и в стоматологии, где очень эффективен. Лента Рибонт не имеет срока годности. Таким образом, этот продукт экономически эффективен для врача, поскольку он покупается надолго и расходуется по мере необходимости. Продолжение следует... Только что я поприсутствовала на мастер-классе на компании Staino, которая занимается распространением, продажами и привлечением Рибонта в нашу страну. Приехал Джереми Рудо, это сын основателя компании, и любезно нам предоставили возможность с ним пообщаться. Соответственно, мы смогли попробовать применить Рибонт именно так, как рекомендовано самим основателям-производителям. Очень интересная технология. Мы все пользуемся Рибондом, и, естественно, он замечательный, нам он очень нравится. Но, тем не менее, есть нюансы шероховатости, о которых мы не знали. Сегодня мы, наконец-то, увидели какие-то маленькие ошибки. Основной проблемой, с которой сталкиваются врачи в работе с Рибондом, это те, кто раньше вообще не работал с армирующими волокнами. Они пытаются использовать их как проволоку, то есть они не накладывают их поверх композита. А мы всегда рекомендуем как бы вдавливать волокна в композит, максимально приближать их к тканям зуба. Здесь должна работать комбинация волокна и композита. Чем меньше слой композита, чем тоньше слой боннинга, тем меньше шина будет подвержена поломкам. Основная задача стоматолога – это тщательно изучать инструкцию к применению и понимать свойства материала. На мастер-классах чаще всего задают вопрос, как долго служит конструкция, изготовленная с помощью Рибонта. Обычно цепочка рвется там, где самое слабое звено. В данном случае в этой конструкции самым слабым звеном является не Рибонд, а соединение композита с зубом. Именно это адгезивное соединение. Поэтому эти конструкции служат тем дольше, чем выше у врача навыки работы с адгезивными системами. Если он тщательно провел адгезивное препарирование, то конструкция может служить много лет. Сам Рибонд не разрушается. Лента может отклеиваться из-за недостаточного приклеивания композита к эмали. То есть это адгезивная техника, которую должны соблюдать врачи.